Вместе мы сможем больше. Под таким названием прошла ежегодная встреча представителей Ненецкой окружной организации Всероссийское общество инвалидов с органами региональной и муниципальной власти. Встреча традиционно прошла в декаду инвалидов, которая проходит с 1 по 10 декабря. В ходе встречи были подняты наиболее важные проблемы жизнедеятельности инвалидов нашего округа, которые направлены на решение многих вопросов по улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний день во всем мире насчитывается около 1 миллиарда инвалидов, в России 13 миллионов человек. А в Ненецком округе инвалидность имеет более 3000 граждан. Сделать жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья доступнее и комфортнее – важная задача для власти. Решением проблем инвалидов занимается и крупнейшая организация Всероссийское общество инвалидов. Именно благодаря их работе люди с ограниченными возможностями здоровья могут вести нормальную жизнь – творческую, профессиональную, спортивную. Проблемы в округе есть, но они решаются. И они решаются с помощью наших депутатов, с помощью нашей исполнительной законодательной власти. И вы, наверное, все сами заметите, все равно даже с такой обстановкой сейчас и в России, и у нас в округе, и все равно социальные выплаты, они у нас сохранены. Действительно, сохранить социальные выплаты для этой категории граждан является одним из приоритетных направлений в работе органов государственной власти. В Ненецком округе этой категории людей уделяется особое внимание. Сегодня со стороны органов власти и города, и округа, и всей России, конечно, предпринимаются все меры для поддержки людей с ограниченными возможностями. И я думаю, что то направление, которое сегодня нам задал президент, он, конечно, это направление для еще более лучших созданий, лучших условий жизни. К Международному дню инвалида жителям округа, имеющим статус инвалида, выплачивается единовременная социальная выплата. Также в округе установлен и предоставляется широкий спектр различных услуг. Так, инвалиды имеют право на получение средств реабилитации. Рассказать о современных и наиболее модернизированных методах восстановления навстречу приехал директор архангельского протезно-ортопедического предприятия Валерий Никулин. «Человек не должен сидеть дома, он должен выйти на улицу, сходить в магазин, еще где-то. А зачастую получается, протез стоит дома, мы не пользуемся, трость какая-то плохая, кресло-коляска какая-то китайская, которая сломалась, решение есть, надо это менять». Для этого необходимо правильно оформить пакет документов, а именно карту реабилитации и абилитации, написать заявление Фонд социального страхования, который и разыграет конкурс. Далее протезные предприятия его изготовят и обучат, как им пользоваться. Кроме того, важным направлением в отношении людей с ограниченными возможностями является создание для них рабочих мест. По вопросам трудоустройства и образования общества инвалидов давно и тесно взаимодействуют с Центром занятости населения. В казенном учреждении Центр занятости населения с 1 января 2016 года в целях поиска работы обратилось 54 гражданин с ограниченными возможностями здоровья. И в течение периода года трудоустроенного всего лишь 9 человек данной категории. Это, безусловно, очень мало. Что мы можем сделать? И, естественно, есть проблемы в трудоустройстве. Основными причинами, по которым трудно происходит работа по трудоустройству инвалидов, это ограниченное число подходящих вакансий. Причем значительная их часть – это низкооплачиваемые вакансии для желающих работать. На дому практически у нас нет вакансий. Чтобы решить эту проблему, в округе был принят новый закон, направленный на поддержку инвалидам, проживающих в округе, о квоте для приема на работу инвалидов на территории НАО. С августа месяца этого года документ обязывает работодателей на предприятии, у которых трудится свыше 50 человек, в обязательном порядке принимать на работу инвалидов. Первым открыл квоту и принял на работу инвалида директор МФЦ Эдуард Бухарин. Действительно, с сегодняшнего дня Виталий Алексеевич является сотрудником МФЦ, и я думаю, что как человек с достаточно высокой жизненной позиции такой, он будет у нас курировать это направление, вот этот перечень социально значимых услуг, которые получают у нас инвалиды. Я думаю, с его деятельностью у нас немножко наладится это взаимоотношение. Сейчас молодой человек проходит обучение. Совсем скоро он станет инженером-инспектором. Впереди у Виталия большие планы на будущее. Узнать подробнее обо всех мерах поддержки инвалидов и задать интересующий вопрос можно будет на Дне открытых дверей. В рамках декады проведения Дня инвалидов у нас в учреждении 7 декабря будет проходить День открытых дверей. То есть каждый гражданин с ограниченными возможностями или семья, имеющая на воспитании ребенка инвалидов, могут прийти к нам в рабочее время с 8.30 до 17.30 без обеда в любое время и задать свой индивидуальный вопрос, либо проконсультироваться. Также на мероприятии можно будет получить памятку по мерам социальной поддержки в денежной форме или ознакомиться с ними в группе ВКонтакте соцзащита.нау или на сайте осозн.нау.ру